Здравствуйте, мои юные друзья! Здравствуйте, здравствуйте! Как я рад вас видеть! Я, Котофей Баюноч, и Кот Баюн сегодня вам расскажем сказку. Какую? Сегодня у нас будет сказка «Осень». Пришла осень на Руси светлым светлом От ее золотых лесов, от ее облаковых, От ее грибов да ягод. Полна, полна, словно чаша, Осень золотая на Руси, и всем радость несет. А уж когда осень выдается солнечной, Тем более, радует это и глаз, и сердце. А вы, ребята, любите осень? Что? В школу надо идти. Мне кажется, это очень замечательно, Что именно осенью начинает учиться. Представьте, Котофей Баюноч. Ну да, например, вы бы начинали учиться сразу после Нового года. Ну, как в елке, а тут учиться нам нет, неинтересно. Или начинали бы вы учиться... Ой, весной-то хорошо, конечно, начинать учиться, А потом все лето и на море не поехать, И не отдохнуть на ночном участке, И даже не насладиться летними красивыми дождями. А вот осень самое оно, Потому что знаем мы, ребята, Что нас ждет летнее время отдыха И труда, конечно же, на своих пригородных огородах. Ой, ну-ка, Котофей Баюноч. Конечно, это ты здорово все завернул, Но мне бы хотелось сегодня, ребята, рассказку рассказать. В далекие-далекие времена, Когда все общались с друг с другом, И не просто общались, а дружили друг с другом, Состоялся как-то необычный праздник. А сорганизовала его сама матушка осень. Накрыла она дубовые столы, Где в изобилии были представлены Плоды да ягоды, Урожай богатый осенью. И все радовала осень матушку. И сама она в красивом одеянии Пела песню про то, Как земля матушка радуется за детушек своих, Когда получают те урожай достойный. Понимают, что смогут они Выстоять зиму долгую, Потому что хорошо трудились весною, Да летом красною. Задумалась осень, Кого пригласить на этот праздник? Нет, дождь не буду приглашать, Подумала она. Ветер не буду, Дед Мороз еще рано. Кого же пригласить? И придумала осень Пригласить за один стол Всех своих почитателей, Домов до лесов обитателей. Поручила она сороке-белобоке Разослать приглашение На красивых кленовых листочках. Точно было указано время, Точно было указано место. И когда облетала сорока-белобока, Всем раздала она. Да только забыла Раздать оно приглашение бабушке и деду. И сидит баба-яга, Грустная в своей избушке. Стараюсь, стараюсь я, Всем помогаю, А на осенний праздник Забыли меня пригласить. Ну, сама полечу туда на ступе. Закрутила метро и полетела она домой, Верни в тот дом, где Прекрасная матушка осень Праздник свой справляла. И уже пришли туда гости славные. Пришли домовые с домовятами, Да с женами своими домовиками. Пришли туда овинники с овинятами, Да с женами своими овинами. Пришли туда банники красные После порывки с баничами, Своими маленькими, Да с банщицами своими красивыми. Все за столами расселись дубовыми, И вкушают они вкусные-вкусные Блюда разные, да и вкусные. Все славят матушку осень, Благодарят ее. А матушка вовсе не чувствует, Кого-то не хватает, А кого никак не может понять. Вдруг закружилось все, Завертелось. Подождись! Баба-яга на ступе пролетела. Хо-хо-хо! Уходи, злой дух! Зашла? Хм! А что меня-то не пригласили? А что бабушку ягу забыли? Напугались дворяна. Напугались и о меня там напугались даже дети мальчиков. А высокий стол спрятались. Кто-то за сундук высокий залез. Кто-то под самую-под самую матицу, На вершину печки белой. Спрятались все. А бабушка-то и гайдет и грустно метелку за собой несет. Тут пришла матушка-осень. Здравствуй, бабулечка! Здравствуй, дорогунечка! А что, сорока-белобока тебе мое приглашение не прислал? Не прислал? Ах, как же так случилось? Да ты садись за стол наш, чистый. Мы тебя славить будем. Будем тебя радовать. А чем же вы меня порадуете? А мы порадуем веселым хором домовых. И тут вышли домовые все с домовихами И спели песню первую. Права, мунику, какая она красивая, какая она мудрая. Бабушка-яга подошла к столу, села, а ничего есть не берет. Тут второй подарок от осени. Вышли овинники с винятами. И танец танцевали. Да такой веселый танец. Так уж они топлали. Так они уж бабушку-ягу услаждали. Что бабушка-яга взяла первую свою мисочку. Ложила в нее картофель отварного с репой. Но не притронулась. И тогда от банчика был самый веселый номер. Они пару напустили, а в том пару веселые-веселые истории смогли из волшебного такого сундучка воспроизводить. Ну, вы-то это знаете, все как в кино, как будто бы. А на самом деле был это веселый рассказ о том, как лето прошло. И как бабушка-яга на курортах побывала. Так бывала-то бабушка наша-яга на хорошем курорте на северно-ледовитом полюсе. Побывала она в северно-ледовитом океане. И там она радовалась. Там она в волнах каталась. Ну, не как на серфинге, конечно, но на стопе своей очень даже забавлялась. Ой, прослезилась бабушка-яга, стала она репу есть, да даже картошечкой закусила и квасочку выпила. И сказала она, матушка-яга, что ж я на тебя обижалась, ты же мне так старалась. Столько подарила мне корешков волшебных, ягодок целебных. Я из них отваров наварю, всем домовым, всем овенникам, всем пальчикам подарю. И сообразовали хоровод. Сказочный народ вместе с матушкой с осенью и вместе с бабушкой-ягой. Вот такая сказочка получилась. О чем она, ребята? Про то, что нельзя никого забывать. И обязательно на праздник нужно нас приглашать. А вы, ребята, пригласите нас с Котофей-поюночем на какой-нибудь свой праздник. У вас, кстати, когда ближайший? А у нас интереснейший праздник обыденного полотна. И мы вас на него, вас, да ваших родичей, родителей ваших прекрасных, приглашаем. Радости вам всем! Света, мира, гармонии, любви! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова